Книга «Открытым оком», том шестой, тема Крещения. Вопрос 1524. Иоанна 1.26. Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Кому теперь могут быть обращены эти слова? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крещение Иисуса Христа называется Богоявлением. Назначение Крещения Его и было в том, чтобы явить Христа всему народу. Так сколько же прошло народа до этой встречи? Значит, главное было ли ими усвоено, если они Христа так и не встретили? У них остановка произошла на исповеди и на крещении, которая не давала прощения грехов. Почти как сегодня все это. Вот сколько людей пришло в крестильные места. Можно мысленно вообразить, что все здесь находятся со дня строительства этого храма. И этой чашки с водой на донышке, или даже всю Россию со дня ее крещения. Но кто познал Христа? Кому рассказали? Все о нем. Кто познакомился с учением Иисусовым? Он и есть некто, во имя которого крестились, но его не нашли и не узнают, потому что лукавые попы все свели к обрядности и неприкрытому языческому обрядоверию, не показав крещаемым Христа. Хрищу в воде, значит, все же не на полу стоял, а сходил в воду. Человек, чело, направленное в вечность, из тела и души был сотворен. От изначала, наделенной речью, был властелином среди змей и жен, гимнастикой ума, любовью, чувством, искал общение с создателем своим, но согрешил и спрятался под кустик. Командирован был в Иерусалим. Мы, дети первозданного Адама, дождались искупителя Христа. Конечно, каждый от отца и мамы, но встреча с Богом снова у куста. Горящий, несгорающий терновник, там проповедь апостольский прорыв. Придееговой в неземном поклоне от ужаса лицо свое закрыв. Там в голове на миллиардах, на миллиарды клеток, в умишке, зафрахтованном врагом. На все, на все потом придут ответы. От рясы, микроскопа, от погон, чело, испепеленное увечьем. Земным, сиюминутным и ненужным. Столы наполнены процессами мучения на завтрак, на обеды и на ужин. Что человек, какой его сусек, куда маршрут и постоянный компас, Голгофский крест, любви и воскресенья свет, Или к могиле, к преисподней в пропасть, пустым пустое, На ума палаты, с библейским ли умом под темя груз, Сержант Иудин, замполит Пилатов, приговоренный рядовой Иисус, Перенабрегая мыслями морщины, на мозговых извилинах, ухабах, на ощупь и во тьме, Вновь женщины, мужчины, во сне и наяву, нечистой силы, шабаш. 17 мая 2003 года. Игнатий Лапкин.